Здравствуйте, приветствую всех на своем канале, и это видео будет не о фаворитах косметики декоративной, а пока что еще о разочарованиях. Сейчас разбирала свою косметику, тоже посмотрела видео девочек, особенно Даши, Даха, даем привет тебе. Показывала свои тени, у нее большая коллекция, очень хорошая. Вот, я разобрала свои тени, в общем, нашла еще тени, которые я хочу отдать, которые мне не пользуюсь, и которые меня чем-то не устраивают, мне не нравятся. Может быть, которые уже срок годности выходят. Вот, покажу вам тени здесь, карандаши для глаз, лаки и крем один. Ну, что-то пойдет, наверное, большинство маме на работу, и что-то пойдет уже в помойку, соответственно. Начну я, как обещала, ну, давайте тени напоследок оставим, да, самые интересные, карандашики. А начну я с крема. Вот такой вот крем у меня есть для лица, где 75 мл, это Avon Naturals, и мне он очень понравился с морковкой, когда я его приобрела, но есть в нем ряд недостатков. Во-первых, вот такой вот крем. У меня его еще... Аромат, конечно, да, приятный, но он остается на коже очень долго. Прям такой навязчивый становится. В общем, этот крем я пыталась использовать для лица, мне он не подошел, потому что на него не ложились вообще никакие тональные средства, они просто шли какими-то кусочками или как-то вкомковались, в общем, тональное средство. Мне не понравилось, как ложиться после него. А просто так ходить с одним кремом я очень редко, то есть в основном это чаще всего я использую уже сразу на выход, куда-то идти. И поэтому, конечно же, после крема я пользуюсь тональным средством. Долго очень впитываться, даже если 5 часов с ним ходить, он все равно будет ощущение, что крем присутствует на лице, и что он как бы мешает. То есть на лицо он у меня сразу не подошел, сразу нет. Но решила я ему дать вторую жизнь, многие знают, дают ему, и наносить хотела на кожу, шею и декольте. Мне этот крем туда вообще не подошел, у меня почему-то стала чесаться шея от него, не знаю почему. И также этот запах, навязчивый аромат, он очень приятный, но он очень навязчивый, то есть он вообще не выветривается, аромат вот морковки и подсолнечника. В общем, крем мне не подошел, и для тела я его использовать тоже как-то не планирую, из-за очень навязчивого запаха. Консистенция у него такая вот, то есть сейчас вам покажу. Вот, он такой увлажняющий больше идет, наверное. Сейчас заявлен как тонизирующий, ничего он не питает, ну в общем ничего особенного не делает, больше с этим кремом мучиться не буду. Посоветовать я его не могу, и за такие деньги, как он сейчас в каталоге идет, точно однозначно нет. Мне кремик не подошел, скорее всего буду его выбрасывать. Так, в следующие пустые баночки покажу ему кратка лаки, вот такое вот средство, покрытие которым у меня вот, ну к половине дело идет, да. Это у нас умная эмаль серия регенератора слоящихся ногтей с бамбуковым и чесночным экстрактом. Ничего он у меня не делает, пользовалась я ему часто, и на моих ногтях он совсем не работает, возможно на ком-то это будет и лучше, но на моих ногтях нет. Не нравится его запах вообще мне, то есть он не пахнет сильно ацетоном, но пахнет для меня вот какой-то чесноком. И на вкус, если вы нанесете на ногти, случайно у вас ногтей допустим попадет в рот, он горький, вот эта вот штучка, она горькая. В общем не понравилась, долго она у меня уже стоит, я даже не знаю с какого года, хоть она до 17-го, покупала я наверное году в 13-м еще его, это средство. В общем стоит без дела и практически мне пользуюсь, вот недавно начала, хотела дать вторую жизнь, но не получилось, поэтому не буду больше вот такой вот регенератор брать от умной эмали, мне он не подходит. Так, ну это я тоже средство выброшу, и два лака, которые я отдам скорее всего маме на работу, может быть ей самой какие подойдут. Вверх от колорама, знаю, что многие любят лаки, но вот такой вот у меня оттенок, как бы кажется, что я им пользуюсь, да иногда, это у меня номер 49, покупала где-то в районе по-моему 100 рублей, в Улыбке Радуги 7 мл здесь. Этот оттенок сейчас камера передает хорошо, то есть это блестки такие разноцветные, и он не очень плотно дает покрытие, этот лак полупрозрачная. Кисточка здесь вот такая вот, то есть стандартная, в принципе удобная. Претензию у меня к этому лаку, что он совсем не держится, он очень быстрон. Если вы наносите одного, то у меня буквально в первый же день он может отвалиться с ногтей. Если наносить этот лак на какой-то, ну то есть как топ, да, как верхнее покрытие, потому что он полупрозрачный, я пробовала. Смотрится некрасиво, и опять же маникюр абсолютно не продлевает, а держится стойкость, наверное, один день. А вот блестящие лаки я точно колорама брать не буду. А насчет матовых там или глянцевых цветов я ничего сказать не могу, у меня их не было, но этот мне не понравился. Так, следующий лак, который у меня был дешевый, тоже покупала в Лубке Радуги, по-моему, даже вместе с этим лаком, вот такой вот. Ромашки не буду показывать, у меня она вся уже истрачена, ее надо над ней работать. Ну вот сейчас довольно верно оттенок придается, то есть он такой перламутровый, розовый, в основном это одни розовые блестки. Также полупрозрачное покрытие дает два слоя на ногтях, не какое-то оно не плотное, и тоже такие же претензии. То есть этот лак был очень дешевый, маленькая здесь такая вот кисточка, называется он Diamond Dream. В общем, больше я брать такие лаки тоже не буду, держится также в районе одного дня, тоже пробовала и на один ноготь наносить. В принципе, красиво смотрится, оттенок очень хороший, красивый, но качество оставляет желать лучшего. И также пробовала как топ, тоже абсолютно лак с ним не держится. И вот этот лак еще он для ногтевой пластины довольно-таки сложный, не советую, у кого вот слабые ногти. Мне он еще больше от него, то есть также больше от него ногти слоились. Мне понравился. Вот эти два лака отправятся у меня к маме. И дальше мы с вами переходим к карандашикам и к теням. То, что у меня здесь есть. В общем, долго я пыталась подружиться и пользоваться карандашом вот этим вот от Ева Мозаик. Вот. Но минусы все-таки перевесили. Плюсы стоил он 200 рублей. Я считаю, не очень бюджетная цена. Lasting Beauty Eyes. То есть это, Lasting это как бы водостойкая, наверное, что ли, косметика или суперустойчивая. Вот. Поэтому должен он был хорошо держаться. Но как раз к нему именно такие претензии, что у меня на веках он не держится ни на базу, ни без базы. То есть в уголках глаза начинает он у меня быстро очень сходить вообще полностью. Удобно он выкручивается, это выкручивающийся карандаш. Осталось у меня его очень прилично. Сейчас покажу вот сколько осталось. Использовалась-то я им вообще совсем немножко. Нанесу вам сразу сочи. Вот сделаю такой синий оттенок с блестками. Перламутровый. Здесь он даже как-то на камеру немножко кажется голубым, но нет. Он синий, ближе он все-таки к синему. На тени вообще не вариант его наносить очень сложно. Наносить у меня есть и второй такой оттенок коричневый, но я, ну такой как цвет хаки, я им все-таки пользуюсь. Ему даю какой-то шанс, ну как-то иногда для разнообразия, и того у меня уже больше стратилось. Этот же нет, лежит у меня, не часто им пользуюсь и буду отдавать. Причем мне понравилась именно его стойкость. В нанесении он мягкий, приятный. Но очень быстро сходит. Следующий карандашик вот такой вот от Мейпелин. У меня он был в наборе вместе с тушью Рокет. Так, мастер-драма, по-моему. А, еще не сказала вам синего карандаша оттенок. Так, даже, наверное, нету здесь оттенка. Нет. Ну, в общем, он такой вот синенький. Перламутровый он там, наверное, такой один. И вот такой вот карандашик. Это у нас, значит, от Мейбелин, как я уже сказала, Нью-Йорк. Мне не нравится, что этот карандаш невозможно им нанести вообще какую-то бы не было тонкую линию. То есть только толстую. Он очень быстро, у меня его уже точила, стачивается. Он очень мягкий. Это черный карандаш. Вот, смотрите, какая линия толстая. Даже по сравнению с этим. Вообще-то он рисует-то хорошо. Но по стойкости тоже я бы не сказала, что он стойкий. Но линия только вот такая вот жирная получается. И вот за счет того, что он мягкий, вот видите, как он быстро ломается. Вот. Очень быстро он ломается. Поэтому мне он не нравится. Его качество оставляет желать лучшего. Его я не советую. И последний карандаш, который будет от компании E-Froshe. Очень долго я с ним мучилась, что-то пыталась сделать. Даже точила его. Такой вот двухсторонний. Я его приобретала не на сайте, а именно вот у знакомой женщины-представителя. Это, по-моему, лимитка того года. Если мне память не изменяет. Это у нас ретропикаль серия дуэт-карандаш для контура глаз. Так, две штучки. Мятный бриз и океанские глубины. Мятный это вот этот вот. Он вообще очень плохо переносится на века. И он очень жесткий. Я его точила. Для меня он жестковат этот карандаш. Сейчас я нанесу его. Вот. То есть я вот вожу-вожу. Я даже боль вот сейчас в руке причиняю. Чтоб его нанести. И показать вам цвет. То есть довольно он проблематичный. То есть рисуешь-рисуешь. А цвета-то почти как такового и нет. А руке-то больно. То есть глазу, соответственно, будет еще больнее. Очень он жесткий. И это его основная... Ну, как бы моя основная к ним претензии. И вот этот вот оттенок нестойкий. Вот который мятный. Второй оттеночек чуть-чуть получше. Мне он нравился больше. Это который океанские глубины. Такой вот он зеленоватый. Уже он темнее идет. Он тоже очень жестко наносится. Тоже травмирует кожу. И тоже он твердый слишком для меня. Не люблю такие карандаши. Здесь, видите, линия такая четкая, темно-зеленая. Но на глазах надо вот так вот, чтобы провести вот такую вот линию. Вот даже сейчас я, видите, наслаиваю его. То есть нужно вот много раз провести, чтобы был какой-то результат от этого карандаша. В общем, тоже буду отдавать маме на работу его. Так. И мы добрались до теней. Начну я с теней, которые у меня очень давно. Это вот такие вот тени из Aven Extra Lasting. Чёрная упаковка. И сам цвет там был, не совпадал с каталогом. Это был Arctic Breeze. Был нарисован он бирюзовым. А пришел на деле вот такой вот цвет. То есть это такой какой-то золотисто-зеленый. В общем, сначала мне не понравилось. Но на глазах, в принципе, неплохо смотрится. Я его сейчас отдаю, потому что уже много времени прошло. И пользуюсь я им нечасто. Сейчас покажу вам оттенок. Но эти тени очень на самом деле стойкие. Держатся они долго. У меня они иногда забиваются в складочку. Иногда нет. Но наносила я их без базы. Ещё забыла сказать, что вот эти карандаши вот все. Что с базой, что без. Вот особенно вот из-за фроши. Очень быстро слезают с глаз. Так же, как вот и синий. Вот. Такой вот оттенок. То есть он какой-то разбеленый-зеленый, с золотым. В общем, смотрится это, в принципе, интересно. Но уже давно они у меня и не пользуюсь ими. Избавляюсь, в общем. И четыре здесь, четыре целых палеточки теней. Кратко вам постараюсь показать, потому что мои видео уже получаются очень долгие обычно. Начну с вот этой вот палетки, которая была моим фаворитом. Но мой любимый цвет здесь закончился. И, в принципе, палетка-то меня уже не так и радует. Это Виктория Шу. Номер 221. Четырехцветные тени. Love Story. Это была лимитка, наверное. 140 рублей они стоили. Об оттенках конкретно. И по порядку обо всех. Первый розовый, розово-белый, возможно, наносить подробно, но он очень жесткий. То есть, его чтобы нанести вот, вот, и так вот он ложится как бы комочками такими. Вот, даже, наверное, видно. Проблематичное нанесение вот этого розового оставляет качество желать лучшего. Я ему очень редко пользовалась. Вот этот вот сиреневый более-менее качество. Сейчас попробуем его достать. Вот фиолетовый сиреневый. Его я наносила на всю века, но он очень быстро, ну как, сходит, что ли, с глаз. Но мне он нравился. На базу он держался довольно хорошо. Без базы, конечно, плохо. Вот он тоже кусочками. Такой сиреневый. Наносила я его чаще всего на всю веку. Следующий оттеночек фиолетовый. Вот такой вот он. Тоже подкрашивается. Они все крошатся. Сейчас стали сильнее крошиться. Его я наносила в складочку. Так, и последний вот этот серый, которым я меньше всего пользуюсь. Почему-то он мне не нравится, хотя его очень сложно вот отсюда достать. Вот видите, у меня палец, и вот если сравнить, он намного тоньше моего пальца, и поэтому возиться с ним очень трудно. Но вот такая вот его пигментация самая яркая. То есть он такой прям практически, вот, и тоже ложится неравномерно. Серо-черный. Вот. В общем, неоднозначная такая палетка. Думаю, отдам ее. Здесь еще все-таки есть другие цвета, которыми я не пользовалась. А этот один я допользовала полностью, который мне понравился. Вот. В общем, эти тени тоже у меня отправятся, скорее всего, к маме. Так. Следующие тени. Это у нас будут тенюшки. Вот такая вот однушечка от Арифлэм. Сначала я сказала, вроде бы она и нормальная, но ее нужно, чтобы такого цвета добиться, наносить я не знаю сколько. Больше я вот эти тени 100% цвета точно брать не буду. И здесь у нас, так, сейчас, наверное, вот одним как раз пальцем покажу вот такой оттенок. Вот. Конечно, сейчас он кажется ярким, но на глазах этого вообще ничего нет. Что на базу, что без базы. Вот, смотрите. Так вот переносится. То есть он такой нежный-нежно-голубой. Но я им не пользуюсь, потому что я все-таки люблю, чтобы был более яркий пигмент, и чтобы глаза перекрывало. Больше такую однушечку брать не буду. Хорошо брала ее за 85 рублей по большей распродаже. Вот так она стоит и 150 рублей. И вообще ее брать точно не советую. Может быть, другие оттенки более удачные, но конкретно этот нет. Дальше идут следующие тени. Тоже покажу тогда от Арифлэм, которыми я довольна была. Но у них подходит срок годности, и поэтому тоже решила их отдать. Такие вот тенюшки от Вереми, еще в старом дизайне. Это... Так, тут мне бумажку здесь. Pretty Green 2345 номер. Очень классные тени. Показывала и подруге. Без базы, из базы они держатся ярко. Вот такие вот два оттенка. И пользовалась я ими прилично, наверное, видно. Один мятно-зеленый, другой более яркий бирюзовый. Так вот сейчас я нанесу мятно-зеленый вот такой вот он. То есть он яркий, именно так он на глаза и переносится. И второй, такой вот бирюзовый, небесный. Такие вот два оттеночка. Вместе я их использовала и по отдельности. Вообще классные цвета. И у них пигментация, в принципе, я считаю, что хорошая. Ну, вот этого мятного, конечно, здесь кажется похуже, но на глаза он очень даже достойно переносится. Вот. Такие тени. В общем, тоже от них избавляюсь, потому что уже давно они у меня. И пускай кто-то может другими попользоваться и порадуется. Так, и последние тени. Это из компании Faberlic. Не нравится мне качество их. И вообще редко я ими пользовалась. И вообще не везет мне, вы знаете, у меня был до этого Вейвен. Просто баночка голубой доним цвет. И здесь тоже у меня вот такой вот цвет. Тоже, опять же, зелено-голубой. Синий. Вообще, девочки, решили уже отходить от этих цветов. Наверное, от них выросло. Из них, вернее. Вот. Поэтому буду уже как-то переходить на более какие-то коричневые цвета. Или более какие-то такие приглушенные. Ну, в общем, вот эти вот цвета вроде бы ярко выглядят в коробочке. Классно. Так, уже у меня нету здесь ничего. И салфеточки с собой не взяла. Вот сейчас два последних пальца вам покажу. Кажется, что они хорошо пигментированы. Но на самом деле на веках вот этот вот какой-то бирюзовый с золотистым шиммером. Переносится неплохо. Но, опять же, не перекрывает всю веку. И вот этот вот синий. Синий какой-то грязно-серый. Он не тушуется. Он в складочку плохо лежит. И вообще не знаю. Но всю веку я его даже не пробовала наносить. Качество, конечно, мне не понравилось. И вот видите, как они переносятся. Синий-то тут явно видно, что это просто грязь. Вот. В общем, невозможные тени. Пользоваться ими не могу. И еще у меня с ним случилось вот такое вот дело. То есть это была серия Айтуа, я еще не сказала. И номер, артикул этих теней. Икона стиля. 55-18. Сейчас там выйдут новые оттенки. Хотела их себе брать. Но этим я очень расстроена оттенком. Поэтому, скорее всего, брать себе я их не буду. И советовать, к сожалению, тоже не могу. Знаю, что вроде бы то ли у Оли, то ли у Юли. Извините, девочки. Ну и сестры, они, наверное, поняли, про кого я говорю. Обеим вам, девочки, привет. Люблю очень ваше видео. По-моему, все-таки, Оля, я видела такие тени, что понравились. Но, может, и у Юли я путаю. Извините, в общем, я не нарочно. Видела, что понравились. Мне эти тени, к сожалению, не подошли. И советовать я их не могу. Вот такое вот разочарование у меня в серии Айтуай. Помадой как-то еще пока пользуюсь, в общем, пытаюсь. Но вот коробка, видите, сама какая уже развалилась. И тени, к сожалению, качество тоже очень посредственное. На троечку, я бы сказала. Из всех этих теней, которые, я могу сказать, мне понравились вот в Ареме больше всех. Возможно, было бы их повторение. И вот здесь один только оттенок мне подошел. Вот. Вот такое вот было мое видео. Вот это все продукты, от которых я избавляюсь. Все большое спасибо за внимание. Будет еще одно видео о фаворитах уже на этот раз декоративной косметики. Все большое спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok